Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давай сюда, быстрее Они рванули в переулок За ними Он побежал вон туда Продолжение следует... Стоять! Полиция! Боже мой! Говорит, два Бейкер-7 Срочно, скорую! Черт! Стой здесь! Кто-нибудь срочно пришлите скорую! Полицейские на велосипедах В главных ролях Джим Дэвидсон Дарлин Фогель Маркес Феррайс Маркес Феррайс Пола Трикки А также Дэвид Эл Лендер И Рик Рассович В роли лейтенанта Палермо Соп-продюсер Соп-продюсеры Алан Мрувка Мэрлин Вэнс Рик Филон Консультанты Стивен Лонг Митчел Крейг Ви Иван Сыкл Продюсер Стив Эклсайн Первый выстрел Вровер Баджесси Кристофер Фрэнсис Маккарти Джозеф Кампанелла Майкл Даррел и другие Алло Ты в порядке, принцесса? Да Да, я в порядке, папа Ты уверена? Да Да, мне немного не по себе, но я буду в порядке, обещаю Мне позвонил Брукс и рассказал, что случилось Я просто хотел услышать о тебе, что ты в порядке Да, спасибо за звонок, папа А что подозреваемый? Его отвезли в больницу Он поправится Да Я думаю, он выздоровеет А не нашли оружие, Кори? Нет Пока нет Композитор Кристофер Франке Пойду куплю плёнку, у меня она почти кончилась Ой, простите, всё в порядке? Да Автор идеи бил нас, автор сценария бил нас Дайте мне вот эту плёнку на 36 кадров, пожалуйста Мой бумажник Проклятье Режиссёр Майкл Ливин Мне нужны два добровольца для патрулирования Два добровольца? Да Да, на пляже работает одна кинокомпания, они платят городу хорошие деньги, и муниципалитет попросил нас присмотреть за ними Опять со звездой нянчатся, кто на этот раз? Скотт МакГрудер Кошмар, фильмы с ним я ненавижу А я хочу в этот патруль Серьёзно? Ты что, фанатка Скотта МакГрудера? Нет, просто я никогда не была на киносъёмках Понятно Вперёд, Келли Думаешь, сможешь его очаровать своей красотой? Да, я видела пару его фильмов, и всё Прекрасно Вы оба Что? Оба в патруль И не засадите его в тюрьму Ты родился придурком, или стал ему с годами? Слушай, Скотт МакГрудер – настоящая ходячая проблема Он разрушил гостиничный номер в Нью-Йорке Он подрался с официантом в кафе в Центральном парке Это из-за его невесты, Вивики Она актриса в каком-то шоу А, так ты же не его фанатка Да просто в магазине около кассы был киношный журнал, ясно? И он был там на обложке Да, понятно Была длинная очередь в кассу, и ты решила прочитать статью Заткнись, Дель Торо Давай Возможно, он сделает из тебя кинозвезду Тогда и ты попадешь на обложку журнала Я видела пистолет, лейтенант Я в этом не сомневаюсь, но поисковая команда искала всю ночь Они нашли только нож И на видео нет ничего, что подтверждало бы твоей славой Это был не нож, это был пистолет Я знаю, ты что-то видел Послушайте, я сама туда пойду, я хочу поискать все при свете Прекрасно, возьми с собой теси Я просто хочу, чтобы ты знал, этим делом уже заинтересовались Что, Управление собственной безопасности? Да ладно Ты чего-то боишься? Нет Кори, никто не собирается тебя обвинять без доказательств А кто подозреваемый? Рашид Рос, 25 лет, два срока в тюрьме в Фолсом Нападение, вооруженное ограбление Вооруженное ограбление? Да Ой, ты у парня и раньше было оружие Простите, нам нужен Элвис Крыжевский Мне пора И кто же его ищет? Просто скажите ему, что его старые друзья очень хотят с ним поговорить Может, он вспомнит? Я должен сказать, что его здесь нет Пожалуйста, нам очень нужно с ним поговорить Мы знаем, он здесь чинит велосипед и... Возможно, это его магазин Элвис! Элвис Крыжевский! Стоп-стоп, парни, эй, ребята! Элвис! Элвис! Парни, извините Я уже сказал, что его здесь нет Но я буду рад передать ему сообщение, если хотите Сообщение Отсуя себе этот месседж в одно место Что я говорил, Винитов? Пошли, Сев Сообщение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что? Кто вы? И почему вы так одеты? Я офицер Келли, это офицер Дель Торо Нас назначили быть рядом с вами, пока вы здесь снимаете кино Вы полицейский? Да Настоящий полицейский с оружием, пулями и всем остальным? Да Вы знаете, меня всегда беспокоит мое появление на публике Может, может, нам стоит обсудить меры по моей безопасности? Может, нам стоит обсудить меры по моей безопасности? Ходите. Зайдите внутрь. Знаете что, здесь очень тесно. Я буду вам признателен, если вы будете охранять периметр, пока я поговорю с вашей партнёшей офицером Дель Торо. Нет, я Дель Торо. Неважно. Знаете, мы вдвоём должны всё проверить и убедиться в вашей безопасности. Хорошо, понятно. Я вижу, моя репутация меня пережает. Увидимся позже, девочка. Пока. Увидимся. Пожалуйста, ничего мне не говори. Я ничего и не говорю. Палермо сказал, что этот парень Родригес дважды судимый. Это увеличивает твои шансы. Мои шансы, этот парень был готов выстрелить в меня. О чём ты говоришь? Я говорю о законе трёх преступлений. Если этот парень совершит третье преступление, он сядет уже надолго. Это я понимаю. Да, и этот закон не работает, если преступник готов выстрелить в полицейского, лишь бы не попасть в тюрьму. Я видела, как он спрятался вот за этим трактором. Отсюда он и направил на меня свой пистолет. Но во время стрельбы он был здесь. Нет, нет, нет. Отсюда он прицелился, а потом упал сюда. Куда же он делал пистолет? Мы обыщем всё, и даже ливневую канализацию. Мы здесь всё перевернём. Мы делали это уже дважды. Мы найдём пистолет, Коли. Чёрт! Заслабься, хорошо? Управление собственной безопасности всегда на стороне полицейских, если в деле замешаны бандиты. Всё это значит для меня гораздо больше. Больше? Это лично. Итак, плохой парень пробегает под пирсом вот здесь, ты взбираешься на пирс, затем на перила, замечаешь его и делаешь вид, что хочешь спрыгнуть. Здесь выходит Макс и прыгает вместо тебя. Не беспокойся, я всё сделаю сам. Трюк? Да, Гарри, трюк. Здесь всё готово. Просто снимайте. Ты уверен? У тебя проблемы со слухом? Я сам сделаю этот трюк. Слушай, я не думаю, что... Я не думаю, что продюсер... Где ты видишь продюсера? Может быть, ты сам хочешь это сделать, а? Я предупредил. Даже если в кадре нужно покашлять, они ищут каскадёра. Я думаю, они не хотят, чтобы вы разбились. Да, это был бы страшный позор. Да, мы не рискуем жизнью и здоровьем, как настоящий полицейский. Есть определённые вещи, которые я готов сделать, чтобы всё это казалось... более реалистичным. Как кино, основанное на комиксах? Нет, как те пять миллионов, которые мне платят за главную роль. Это замечательно. Мы готовы снимать. Ты знаешь, что он это делает, чтобы поразить тебя? Да перестань. Я готов. Приготовиться. Тишина на площадке. И мотор. Стоп. Не помню, Хагай был так же поражён. А ты? Вы хотите предъявить нам иск за превышение полномочий? И вы требуете временного отстранения офицера Макнамары? Судебный иск на 10 миллионов. Я только что от прокурора города. Абсид. Вы просто хотите урвать куш побольше. Мой клиент, Рашид Рос, очень талантливый рэп-музык. Он просто оказался не в том месте и не в то время. Вот и всё. Ваш клиент – осуждённый вооружённый грабитель. Он был подростком. Осуждён при особых обстоятельствах. Он провёл в тюрьме пять лет. Он вернулся домой. Его полностью реабилитировали. Он продавал кокаин на Веню Бельвуд. Он выступал перед друзьями, когда стал жертвой превышения полномочий неопытным офицером полиции. Одним из ваших подчинённых. Кори Макнамары – отличный офицер с безупречной репутацией. Больше нет. Я предлагаю отстранить её до особого расследования. Я предлагаю, чтобы вы убирались отсюда, пока я не выкинул вас в окно, Тони. У вас царит насилие. Похоже, им пронизано всё полицейское управление. Мне кажется, вам пора. О, я думаю, нам придётся ещё долго с вами общаться. Зря ты так. Извини, я не сдержался. Будем надеяться, что твои подчинённые найдут пистолет. Привет, папа. Привет. Я знаю то, что ты мне скажешь. Давай побыстрее всё закончим. Хороший способ поздороваться с отцом, который хочет пообедать со своей дочерью. Здесь вкусные гамбургеры. Да. Я веду предварительный отсчёт. Ну и что? Ничего хорошего. Подозреваемый не стрелял. Оружие не нашли. Ты знаешь, что Джим Томпсон сейчас в управлении собственной безопасности? Даже не думай об этом. Ты знаешь, насколько важно, чтобы твой первый выстрел был абсолютно чистым? Это был чистый выстрел. Он поймёт. Просто дай мне поговорить с ним без протокола. Я не хочу, чтобы ты даже думал об этом. Всё, что я слышала от тебя в детстве, касалось жизни по закону. А теперь ты готов отказаться от закона, когда речь идёт о твоей дочери. Я говорю всего лишь о том, что лучше для твоей карьеры. Ты знал, что недалеко открылся новый магазин? Я хожу в магазины только за покупками. Там набирают охрану. Или оставайся в патруле. Ну, хотя бы на машине с напарником. Это просто нечестно. Если бы здесь был Питер, этой беседы вообще бы не было. Твой брат никогда не стал бы патрулировать улицы в велосипедных шортах. Я повторяю. Полицейская машина оборудована дополнительной защитой. Да брось. Думаешь, что-то изменилось бы, будь я в полицейской машине? Почему любой наш разговор кончается спором? Ты споришь сам с собой. Здравствуйте. Я Тисси Кэллоуэй. Должно быть вы капитан Макнамара? Как дела? Очень хорошо, сэр. Спасибо. Звонил лейтенант Палермо. Он велел нам заехать к пожарным перед началом смены. Рад знакомству, сэр. Я перезвоню тебе, папа. Ой, простите, извините. Эй! Эй, этот парень украл мой бумажник! Он украл мой бумажник! Какой парень? Приметы! Вот тот блондин на роликах, в желтой рубашке. Погнали. Эй! У вас проблемы, офицер? Надеюсь, нет. Как вас зовут? Ричард Бэттон. У вас есть какой-нибудь документ, мистер Бэттон? Только мои права, я не ношу бумажник. Ваши права, сэр. Вы подозреваетесь в карманной краже. Офицер Кэллоэ сейчас обыщет ваши карманы. Вы не хотите ничего нам сказать? Сказать что? Ну, вдруг у вас в кармане шприц, и я уколюсь, я не хочу проблем. Послушайте, я не карманник. Давайте обыскивайте. У меня в правом кармане шесть баксов. Это всё. Руки не опускать. Он чист. Бумажника нет. Хорошо. Извините. Можете идти. Да, не могу сказать, что рад знакомству. Пойдём, расспросим жертву. Надо поискать этого парня в базе. Хорошо. Итак, смотрите внимательно. Тиси, ты цель карманика. Паули наблюдает за тобой, ты вынимаешь деньги, чтобы что-то купить, он оценивает, сколько у тебя денег. Он наводчик. Точно. Он предупреждает меня, чешет нос ещё как-то. Я карманник-профессионал. Иси, иди ко мне. Я случайно врезаю с тебя, залезая в карман и иду дальше. Я всё делаю очень медленно. Они делают это так быстро, что вы не заметите. Элвис, подойди сюда. Я сразу отдаю ему добычу, через секунду после кражи. Профессионал никогда не держит добычу дольше секунды, потому что он тот, кто контактирует с жертвой, и он уязвим. Если жертвы или полицейские погонятся, за ним он чист. Откуда вы всё это знаете? Я из Нью-Йорка. Простите. Я ищу Элвиса Крыжевски. Мне сказали, он здесь работает. Да, он здесь. Да, Элвис. Я не знаю. Ты сказал отцу о судебном иске? Он сам скоро узнает. Ты знаешь, когда Рашид вышел из больницы, он угрожал? Дай угадаю. Он собирается убить меня, мою семью, мою собаку и моих рыбок? Он сказал, что напишет рэп о тебе после твоей смерти. Отлично, он сможет использовать деньги, которые получит после суда, чтобы заплатить за эфир. Эй, Рашид! Я слышала, ты меня искал. Я хочу сказать, вот она я, малыш. Думаешь, он что-нибудь сочинит про нас? Я не верю, что ты согласилась пообедать с этим панком. Плачу я. Я не хочу, чтобы плачал человек, которого мы охраняем. Слушай, ты здесь живешь всего год, но пойми, этот парень актер. Он убедит тебя в чем угодно, ему за это деньги платят. Я поняла, большое спасибо. Ты не можешь так запросто увольнять актеров. У нас график. Гарри, я чуть не кинул камнем в этих парней, которых ты выбрал на эту роль. Просто отлично. Завтра мы будем снова искать актера. Мы найдем его сейчас. Вы. Дальторо. Вы когда-нибудь снимали с кино? Нет. Сделайте мне одолжение, скажите пару слов. Вот эти слова. Не хочу. Скажите «стоять, тупица». Кто это написал? Нет, вы играете роль, а я сдерживаю толпу, жаждущую верить в вас. Какая экспрессия. Прекрасно. Я на дежурстве. Он еще и сопротивляется. Просто супер. Да ладно, всего 10 минут. Нет, я в пас. Нет, я не хочу сниматься. Тем более с вами. Они платят 524 доллара в день. Стоять, тупица! Стоп! Все хорошо, заканчиваем. Всем спокойной ночи. Хорошая работа. Не помню, когда я была так же поражена. Да? Я еще получу Оскара, детка. Рашид, надо поговорить. Стоять! Что ты хочешь? Снова в меня выстрелить? Лицом на землю, быстро. Хорошо, малышка полицейский. Я сделаю, что ты хочешь. Стреляй в него. Стреляй же. Стреляй в него. Стреляй в него. Стреляй в него. Легче. Легче. Ты в порядке, подруга? Нет. Хочешь об этом поговорить? Ты в семье единственный полицейский, Ти-Си? Да, это точно. В моей семье очень важно, чтобы твой первый выстрел был чистым. Брось, Клай. Нет, я серьезно. Так уже три поколения. Традиция говорит, что чистый выстрел дает тебе уверенность в своих силах. А плохой первый выстрел, и ты бесполезен на улице. Ты будешь колебаться, и можешь даже погибнуть. Это то, во что не верят, а во что веришь ты? Я не знаю. Я знаю только то, что тем выстрелом я расстреляла свои нервы. Понимаешь, а что если я буду колебаться, Ти-Си? Мой напарник тоже окажется в опасности. Знаешь, что такое первый выстрел? Это просто миф. Но не в моей семье. В детстве я только и слышала о Теле Моргане, о первом выстреле моего дяди, и о случае с Гарднером, когда впервые стрелял мой отец. Даже мой дедушка Макс участвовал в перестрелке еще в далеких сороковых. Ты не должна позволять им давить на себя. Они не давят, я сама давлю на себя. Слушай, мы возьмем друга Рашида, Эдди, хорошо? Мы заставим его все нам рассказать, все будет хорошо. Я не уверена в этом, Ти-Си. Я проигрываю этот инцидент в своей голове снова и снова, и... Боже, я даже видела его во сне. И теперь я... Я не уверена, что у Рашида был пистолет. Нет, 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 нет. В тот день ты видел у него пистолет. Возможно, это то, во что я хочу верить. О, простите, сэр. Привет, Элвис. Привет, Элвис. Что здесь происходит, дружище? Элвис. Если что-то не так, ты должен сказать мне об этом. Да, хорошо. Я принимаю решение воспользоваться 19-й поправкой, сэр. Право женщин голосовать? Я не могу рассказать вам то, что я знаю в данный момент, лейтенант, сэр. Эти люди, кажется, полной решимости найти тебя. Да, я знаю. И я могу только надеяться, что они бросят свои поиски и вернутся туда, откуда они прибыли. Знаешь, у нас есть одна поговорка. Ты можешь сбежать, но не сможешь скрыться. Но Америка большая страна. И здесь очень много магазинов-велосипедов, где я мог бы работать. И здесь есть много мест, где можно спрятаться среди горных вершин или затеряться на морском побережье. Я могу идти? Да, ты свободен. Спасибо. Я связался с Интерполом. Знаете что? Они даже не слышали об Элвисе. Я имею в виду, конечно, они слышали об Элвисе, только не о нашем Элвисе. И так везде. И в таможне, и в службе иммиграции, и везде. Я проверил архивы в городском центре, его документы закрыты. Мне их не дали. Может, он шпион? Да, точно. Послали сюда одну из стран восточного блока, чтобы следить за нашим пляжем. Слушай, понаблюдая за его приятелями и поговори с ним при случае, он может открыться тебе. Я попробую, но сомневаюсь, что это принесет пользу. Не важно, кто они, но он напуган. Они не могли никого найти, так как я настоящий полицейский. Я им сказал, что могу помочь, но я не актер. А Скотту Магрудеру я понравился. Очень понравился. Он сказал, что я замечательный актер. Вы умно поступили, отдав Виктору эту роль. Думаете, можно управлять? Одно ваше слово. Вы хорошо обо мне думаете. Вы очаровательны. Это, видимо, одна из ваших актерских уловок. Актер – это моя сущность. Войти в контакт с вашими чувствами, позволить камере заглянуть в вашу душу – это то, что позволяет нам держать связь с аудиторией. Вы молодец. А вы очень циничны. Удивительно, что вы тратите свое время на работу потрудного. Что еще вы умеете делать? Это временная должность, я буду расти. Смотрите-ка, это же мой любимый киногерой. Тони, иди сюда. Приятели, я был бы рад поболтать, но я занят. Ты знаешь что? А в кино ты выглядишь гораздо крупнее. Скажи-ка мне, ты крутой чувак? Послушайте, мистер. Спокойно. У меня так всегда. Слушай, ты сам-то крутой чувак. Я всего лишь играю в бильярд. Ты типа хочешь меня позлить? Думаешь, ты слишком умный для меня? Ладно. Может быть, я не такой уж гладкий, как ваши киногерои. Сэр, я полицейский, отойдите от нас. Я прошу вас отойти. Вот это да. Кто это? Твой телохранитель? Крутому чуваку нужна баба в шортах для охраны. Только посмотрите. Хочешь выйти, да? Хочешь выйти, чувак? Хочешь? Пойдем. Давай! Пошли! Виктор! Да, в общем, независимо от того, что ты делаешь, ты никому не можешь рассказать о своих сомнениях, ведь так? Уже слишком поздно. Да, я сомневаюсь, и бесполезно это отрицать. В моё время не было подобных проблем. Мы просто подбросили бы ему оружие. С тех пор времена немного изменились, дедушка. Да, и гангстеры тоже. Если бандит захотел бы попасть в Лос-Анджелес, мы взяли бы его в аэропорту. Мы сразу заявили бы ему, что он здесь не нужен. Пошел бы он. Да, вы взяли бы всех плохих парней и устроили бы свой справедливый суд. Я, наверное, рассказывал тебе об этом сто раз. Мои любимые сказки на ночь. На этих сказках я и была воспитана. Хорошо была воспитана после смерти твоей матери. А теперь то, ради чего я хотел тебя увидеть. Я хочу тебя попросить. Не ссорься ты со своим отцом, а? Хорошо? Дедушка, он меня совсем не слышит. Просто он не хочет, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. О чём ты говоришь? Да я говорю о его первом выстреле, чёрт побери. Он не был чистым. Минутку, я думала... Вот почему он так строг с тобой. А случай с Гарнером? Просто беспорядки. Я скажу тебе ещё кое-что. Первый выстрел — это просто традиция. Это настоящее дерьмо про ирландских мачо. Полное дерьмо. Это серьёзно? Истинная правда. Да поможет мне Бог. Ты супер, дедушка. Конечно. У нас есть ваше заявление. Чем мы можем вам помочь, мистер... Татаглия? Таталия. Вы можете найти человека, который украл мой бумажник. Деньги ничего не сдачут для меня. Паспорт можно поменять, но там особый снимок, где мы с женой накуняли много лет назад. Теперь мы знаем, что не зря патрулируем пляж. Возможно, нам этого парня удастся поймать. Ищите наводчика, это вам точно поможет. Наводчик, правда? Я думал, там действовал один человек. Нет, он может использовать и больше людей. Ищите наводчика, наблюдающего за людьми. Если вы найдёте этого парня и вернёте мой снимок, я обещаю вас отблагодарить. Мне приятно, но это не обязательно. Я знаю, что вы благородный полицейский, лейтенант Палермо. Я кое-что проверил, я знал, что вы так ответите. Мистер Таталия, могу я спросить? Я пенсионер. Я приехал сюда из Майами, чтобы спрятаться от родственников. Я надеюсь, этот случай будет расследован вашими людьми до того, как моё разочарование достигнет таких пределов, что я буду вынужден принять меры. Мы постараемся. Пожалуйста. Однажды я вас отблагодарю. Хорошо. Эдди, мне нужно с тобой поговорить. Сюда. Стоять. На землю. На землю лечь. Быстро. Ты от нас бегаешь. А нам надо поговорить. Мне нечего вам сказать. Что прошло, то прошло. Много изменилось после твоего отъезда. Очень много. Я должен был бы услышать это от неё. Пожалуйста. Пожалуйста, Эллис. Нам нужна твоя помощь. Ваш залог оплачен. Вы свободны. Выходите. Слушай, извини меня за лишние слова. Да ничего, Трэвис. Вы, парни, хорошо сегодня поработали. Гарри всё вам оплатит. Эти парни работают на вас? Каскадёры. Мы всё время так делаем. Любой скандал – лучшая реклама. Ладно, ночь была длинная. Выпусти меня отсюда, дедка. Ты свободен, малыш? Твой залог тоже оплачен. Отлично. Гарри здесь. Где он? Что это он так говорил? Эй, Гарри! Но Гарри здесь нет. Залог оплатила твоя невеста. Я всё тебе объясню. Не беспокойся. Мы с Вивикой уже поговорили. У меня предложение. Ты рассказываешь нам о Рашиде, мы говорим, судья, какой ты хороший парень. Да? И тогда Рашид напишет обо мне песню, как о покойнике. Он скажет, какой позор. Эдди в тюрьме. А я выступаю на FM-радио. Он подпишет договоры со всеми радиостанциями. У меня просто был творческий кризис. Судья отнесётся к этому по-другому. Он увидит парня с двумя приводами за неделю за ношение оружия. Я ничего не скажу. Да тебя поджарят, и мы все это увидим. Ты думаешь, опять отделаешься? Я давно за тобой слежу. Я знаю, что вы продаёте мешками дешёвые наркотики дятям. Тони. Никаких соглашений. Там был жемчуг на рукоятке. Нам нужны детали. 38-й калибр с крутой рукояткой. Он хвастал, что украл его у одного парня из дома на Виню Белльвуд, который они грабанули. Когда это было? Пару недель назад. Так-то лучше. Теперь скажи, что он с ним сделал. Ливневая канализация. Он бросил его в люк канализации? Нет, это я его туда бросил. Он сказал, что не хотел нарушать условия досрочного освобождения. Сказал, что это испортит его карьеру. Мы довожили всё мускай. Теперь пистолет, видимо, далеко. Не говори ни слова, иди. Что-то вы опаздываете клиенту, мистер Молом. Видимо, раздавали свои визитки на Виню Белльвуд. Всё, что он сказал, вам и опровергнем. Вы нарушили его права. Извините, адвокат. Он отказался от своих лав 20 минут назад. Вы знаете, на вашем месте адвоката. Я бы просто сразу отказался бы от этого дела. Привет. Сколько стоит стаканчик? Вот так. Давайте попробуем. Ти-Си, приготовься. Ой, извините, сэр. Смотри под ноги. Вперёд. Ричард, Ричард, Ричард. Надо поговорить. Извините. Вы всегда носите кошелёк в газете. Лейтенант, я вам здесь ещё нужен? У тебя срочные дела? Нет, ну... Мне нужно заехать к Магрудеру. Я думал, ты его ненавидишь. Ну да, просто он сейчас под большим прессингом. Чем больше я узнаю его, тем больше я понимаю, что его не понимают. Ты свободен. Спасибо. Всё сходится. Владелец любитель оружия. Здесь есть регистрационный номер. Скажи ей, что он был зарегистрирован. Он был украден 12 дней назад. Проблема в том, что его унесло в залив, и, может, он сейчас уже в Гонолуэл. Да. Очистные сооружения. Извините? Сейчас ничего в океан сразу не попадает. Ти-Си, соедини меня с инженерами очистных сооружений. Я хочу знать, какие фильтры были ими установлены к западу от Довинио Бельвуд. Коре позвони в мэрию, скажи, чтобы они проверили всю ливневую канализацию от места стрельбы до океана. Пусть смотрят внимательно, возможно, привлекут побольше людей. Хорошо. Что у вас? Я думаю, мы нашли кое-что, но босс сказал ничего не трогать до вашего приезда. Вон там, прямо за углом. Видите? Да. Да. Она любила вино, была похожа на актрису кино. Он знал, что сделает все, потому что любил ее давно. Черт. Как дела, Рашид? Вы еще не устали. Вам все мало. Теперь это мой дом. И я никуда не поеду отсюда. Поедешь, как миленький малыш. Тогда у вас есть права. Но у меня тоже есть права. Прежде можно мне задать тебе вопрос? Ты узнаешь это? Нет, я никогда раньше не видел. Правда? А откуда тогда здесь твои пальчики? Что, съел? Вы его не видели? Эй, вы уезжаете? Да, да. Мексика, Ванкувер, Нью-Йорк, везде съемки. Послушай, мне некогда, у меня совсем нет времени. А как там сцена со мной? Отлично, жаль, нам не подходит. Что значит не подходит? Ты что, сцена пляжа вообще не будет. Все, мы снимали пять дней, но четыре сверхграфика таковой кино. Самое главное, в руках монтажеров такие дела. Я ненавижу этого парня. Да не переживай, он сделал из тебя звезду. Палерма не читает эту дрянь, да? Я положила экземпляр на его стол. Нет. Ну, большое спасибо. Черт. Вам нравится мыльная опера? Я стараюсь их не смотреть. Это вам понравится. Тот блондин, чемпион Болгарии. Другие парни, его товарищи по команде, Элвис был у них механиком, но уехал из-за овунта и Татьяны. Да, она бросила Элвиса ради гонщика. Нет, наоборот. Она бросила Зигмунда ради Элвиса. Вот это да. Да, страстная любовь вернула ее к мужу. Очевидно, Элвис был настоящей легендой в своей стране. Что они делают здесь? Они гонщики. Они носятся, как бешеные, на своих велодромах, но Олимпиаду они проиграли и хотят вернуть назад своего механика. Элвис ведь нас не бросит. Болище очень сильная. Он поможет им с велосипедами, но потом их жизненные пути разойдутся. Боже мой, какие сюжеты закручивает жизнь. Куда там сериалом? Боже мой, какие сюжеты закручивает жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова